Уважаемые главы государств, уважаемые друзья, позвольте от имени белорусского народа приветствовать вас на этом важном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Очень рассчитываю, что это будет последний год, когда мы общаемся по телевизору. Право здесь был наш почетный председатель. Мы не только соскучились друг по другу, но пора уже нам начинать серьезно реагировать на те серьезные вызовы, которые нам подбрасывает жизнь постоянно. То, что происходит в Беларуси, вы знаете. Это входит, к сожалению, в первый вопрос новостной международной повестки дня. Нас это не радует, но вы должны понимать, что Соединенные Штаты и коллективный Запад от своей политики не уйдут. Им нужны поводы для давления на нашу братскую Россию и нас в том числе. Вот очередной повод нашли вопрос беженцев. Знаете, что не мы породили эту проблему, в том числе и не вы, бывшие постсоветские республики, но это используется как предлог для давления прежде всего на Беларусь. Мы, конечно, пока в разной степени подвержены этому давлению. Я имею в виду присутствующих глав государств, республик. Но этот процесс будет нарастать. Мы обладаем информацией, что уже и в ваше министерство иностранных дел пошли визитеры из западных стран и Соединенных Штатов Америки, уговаривая вас подключиться к давлению на Республику Беларусь. Вы знаете, что введен пятый пакет санкций уже против Беларуси. Говорят, что готовят и шестой, и седьмой. Неизвестно, сколько будет. Это экономическое давление для удушения Беларуси, для смены, как они прямо уже говорят, не только власти, но и государственным настроем в Республике Беларусь. Вы видите, нам приходится противостоять всему этому. Поэтому я, прежде всего, благодарю нашу Россию за поддержку в этом плане и всех глав государств, которые оказывают нам посильную поддержку. Но еще раз подчеркиваю, образно говоря, вас будут душить против Беларуси, настраивая против Беларуси, чтобы вы подключились к этим санкциям против нашей страны. Моя просьба, чтобы мы, не отвлекаясь на все эти просьбы, были вместе, потому что это давление будет нарастать. Давлением на Беларусь, Россию, Запад не ограничится. Но я думаю, при встрече очно мы сможем обсудить некоторые проблемы, и я смогу вас проинформировать о том, что происходит. Очевидно одно, что реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов. Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что друзей у нас там нет. Поэтому мы должны рассчитывать только на свои силы. Мы можем себя обеспечить всем необходимым. О повестке дня. Хочу отметить, что несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на мировом рынке, в текущем году мы достигли достаточно хороших результатов во внешней взаимной торговле. Почти все страны нашего Союза имеют двузначный рост экспорта на внешние рынки. И это хороший сигнал. И дело не только в эффекте отложенного спроса или низкой базы прошлого года. В плановом порядке идет реализация стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Несмотря на некоторые сложности, продолжается поступательная работа по формированию общих рынков Союза. Вместе с тем сохраняется ряд вопросов принципиального характера в части создания общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Думаю, мы в ближайшее время сможем очно обсудить и эти вопросы. На наше рассмотрение вынесена довольно объемная повестка. Хотел бы остановиться подробно на нескольких вопросах. Первое. Нам предстоит подписать соглашение применения в Евразийском Союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок, которые являются одним из основных элементов формирования единой системы таможенного транзита Союза. Цифровизация перевозок сегодня полностью соответствует духу времени. Применение таких пломб позволит повысить уровень доверия в торговле между нашими странами, оптимизировать контрольные мероприятия на внутренних границах, увеличить транзитную привлекательность Союза. Второе. На сегодняшнем заседании будет подписан второй большой протокол о внесении изменений договора Союза по широкому кругу вопросов. Применение антидемпинговых мер по отношению к третьим странам, конкуренция и государственное ценовое регулирование, взимание косвенных налогов в механизм контроля за их уплатой, техническое регулирование и многое другое – все, что продиктовано жизнью. Третье. На международном треке в соответствии с основными направлениями международной деятельности Союза на 2022 год, которые нам предстоит сегодня утвердить, предлагаю сосредоточиться на нескольких ключевых вопросах. Наша совместная работа на внешнем контуре и деятельность комиссий должны быть, на наш взгляд, ориентированы прежде всего на решение практических задач развития экспорта товаров и услуг. И Китай здесь занимает особое место. Считаю необходимым акцентировать внимание на взаимодействии с этой страной в рамках сопряжения планов развития ЕС, инициативы «Один пояс, один путь» и соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 2018 года. Необходимо продолжить также диалог с Египтом и Ираном для завершения переговоров по соглашениям о свободной торговле, а также активизировать его с Израилем. Мы ожидаем скорого завершения предварительной работы с Индонезией и Монголией, принятия решения по вопросу целесообразности начала переговоров с данными странами о зоне свободной торговли. Кроме того, неотъемлемым элементом международной деятельности как в 2022-м, так и в долгосрочной перспективе должна стать эффективная защита экономических интересов нашего Союза. Четвертое. Считаю необходимым поднять еще один важный вопрос. Мы понимаем, что текущая удачная конъюнктура во внешней торговле имеет, как всегда, цикличный характер. Чтобы сохранить положительную динамику экономического роста, в предстоящем году нам следует сфокусироваться на реализации следующих мероприятий, заключенных в стратегии. Прежде всего, нужно активизировать промышленную кооперацию по совместному производству новой, востребованной на мировом рынке продукции. Важным практическим шагом в данном направлении будет согласование перечня совместных масштабных, высокотехнологичных проектов, а также определение условий финансирования реализации. Над такими проектами мы с Российской Федерацией работаем. Для решения этой задачи в ближайшие годы нам необходимо особое внимание уделить внедрению инновационных технологий, чтобы не потерять внешние рынки. Аккумулирование совместных усилий и научного потенциала наших стран позволит сделать это с максимальной отдачей. Еще одним необходимым элементом для гармоничного развития промышленности успешной кооперацией в данной сфере является сближение инструментов и условий господдержки промышленности в наших странах. Призываю ответственно подойти к этой теме. В рамках формирования общего рынка госзакупок в следующем году необходимо обеспечить взаимное признание электронной цифровой подписи и определить на уровне Союза комплекс мер по дальнейшей цифровизации госзакупок в наших странах. Для этих целей мы также должны решить уже не новый вопрос – взаимное признание гарантий, выдаваемых банками наших стран. С учетом недавно принятого нами заявления о сотрудничестве в рамках климатической поездки, а также декларируемых ведущими экономиками мира целей по продвижению к низкоуглеродной экономике, следует изучить целесообразность корректировки положений нашей стратегии и плана ее реализации. Считаю, что добросовестная работа по этим направлениям должна принести максимальную отдачу и обеспечить значительное продвижение к реализации положений стратегии. Уважаемые коллеги, в заключении хотел бы поблагодарить за результативную работу своего коллегу Касым Жамар Кемельевича Такаева, поздравить Казахстан с достойным завершением председательства в органах Союза, поздравить с Днем Независимости еще раз Казахстан, а также пожелать успехов нашим кыргызстанским друзьям, принимающим эстафету председательства в будущем году. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание.